Приумножение военно-технического потенциала Приумножение военно-технического потенциала в Зале управления и взаимодействия имени А.В. Суворова Национального центра управления обороной государства состоялось заседание коллегии Министерства обороны РФ. Оно проходило под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу. В нем участвовали заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов, руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти, общественных и других организаций. В числе основных обсуждаемых вопросов были реализация контрактов гособоронзаказа, функционирование технополиса ЭРО, совершенствование автоматизированной системы ресурсного обеспечения и развития психологической службы ВСРФ. Эффективное использование бюджетных средств. Работа коллегии началась с рассмотрения актуального вопроса, касавшегося сокращения просроченной дебиторской задолженности. Замечу, что ее значительный объем образуется в Министерстве обороны из-за несоблюдения организациями оборонно-промышленного комплекса сроков выполнения государственных контрактов, подчеркнул глава ведомства, заметив, что предпринимаются активные шаги для исправления ситуации. Так, в настоящее время удалось выйти на наименьший показатель просроченной дебиторской задолженности за последние три года. Ее размер снизился более чем на 60%. Кроме того, во исполнение поручений Верховного Головнокомандующего в Министерстве развивается система контроля за целевым использованием средств по гособранзаказу. В этом году ввели уникальную автоматизированную систему раздельного учета в организациях ОПК и итогов финансово-хозяйственной деятельности по госконтрактам, уточнил Сергей Шойгу. По его словам, появился еще один объективный источник информации о реализации контрактов, который позволяет своевременно принимать и корректировать меры по снижению просроченной дебиторской задолженности. Продуктивная площадка взаимодействия. Следующий вопрос повестки был посвящен организации работы военного инновационного технополиса ЭРО. Сегодня технополис является эффективной площадкой для взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов военного управления, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений и предприятий промышленности, констатировал министр, сообщив, что спектр направлений проводимых здесь исследований только за последний год расширился почти в два раза и для их реализации активно развивается инфраструктура комплекса. По мнению генерала армии Сергея Шойгу, участвовать в деятельности первого военного инограда стало престижно и перспективно. С начала его функционирования в совместную работу включились 250 научных организаций и предприятий промышленности. Из них 101 компания заключила соглашение о сотрудничестве, проинформировал глава ведомства, добавив, что такое взаимодействие приносит свои плоды. В числе уникальных разработок расположенного в Анапе технополиса были названы алгоритмы автономного управления беспилотными летательными аппаратами при отсутствии сигналов спутниковой навигации, База данных изображений военной техники и объектов капитального строительства, более 50 тысяч изображений, для использования в системах навигации и наведения средств поражения, которое дает возможность существенно повысить точность попадания в цель. Технология создания макетов органов человека для детального планирования медицинских операций, что позволяет сократить время их проведения и снизить риски осложнений. Алгоритм на основе технологии искусственного интеллекта, использование которого повышает эффективность диагностирования заболеваний сердца и обеспечивает выбор оптимальных методов лечения. Спектр направлений проводимых в технополисе и расследований только за последний год расширился почти в два раза. Многие достижения были представлены на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» и отмечены президентом России, пояснил министр, дополнив. Что на коллегии будут рассмотрены организации о деятельности технополиса и реализация программы его развития до 2025 года, направленная на ускоренное внедрение прорывных идей и технологий в новейшие образцы вооружения и техники. Автоматизация процессов оформления документов. Затем Сергей Шойгу с участниками заседания обсудили, как совершенствуются программные изделия ресурсного обеспечения в интересах функциональных подсистем повседневной деятельности Министерства обороны. В 2012 году в военном ведомстве внедрена автоматизированная система ресурсного обеспечения на основе программных изделий «Алушта», напомнил Сергей Шойгу, детализировав, что она охватывает 840 объектов, свыше 3500 рабочих мест для автоматизации деятельности должностных лиц и содержит базу данных более чем 800 тысяч военнослужащих. Помимо этого, ведется централизованный автоматизированный расчет денежного довольствия, позволяющий предотвращать нарушения при его начислении и обобщать информацию при планировании и расходовании бюджетных средств на эти цели. С прошлого года все назначение и перемещение военнослужащих, их увольнение со службы обеспечивается с помощью электронных приказов с последующей автоматической разноской информации по базе данных. Это дает возможность сократить время формирования приказов и выписок из них в три раза, подчеркнул глава оборонного ведомства, добавив, что автоматизированы процессы оформления документов на предоставление жилья военнослужащим в собственность, выдача жилищных субсидий и государственных жилищных сертификатов. По его словам, благодаря этому удалось исключить случай неправомерного распределения постоянного жилья, а срок подготовки документов для его предоставления сократить в шесть раз. Система непрерывно совершенствуется, обобщил генерал армии Шойгу, конкретизировав, что ежегодно растет число решаемых ею информационно-расчетных задач. В настоящее время выполняется более четырех сет таких задач. Сегодня рассмотрим предложение по расширению функциональных возможностей системы Алушта, сказал министр. Воспитание сильных духом воинов. В завершение участники заседания коллегии обсудили перспективы развития психологической службы вооруженных сил. Профессиональная деятельность военных сопряжена с повышенными физическими и эмоциональными нагрузками, нередко с риском для жизни, отметил Сергей Шойгу. При этом, выполняя поставленные задачи, в частности в Сирии, наши военнослужащие демонстрируют мужество и героизм, совершают настоящие подвиги. Мы помним, как старший лейтенант Александр Прохоренко, попав в окружение под Пальмирой, вызвал огонь на себя. Как капитан Марат Ахмедшин в одиночку противостоял 200 боевикам. Как майор Роман Филиппов после крушения своего самолета вступил в неравный бой с террористами и не позволил захватить себя в плен. Как бойцы отряда специального назначения сражались с трех сад боевиками и удержали стратегически важные высоты в районе Алипо. Примеров таких множество. Вместе с тем, предупредил глава ведомства, есть силы, которые, используя информационное пространство, пытаются поставить под сомнение значимость таких героических поступков, стремятся навязать чуждую систему ценностей, исказить историю нашей страны и принизить ее достижения. В этих условиях, по мнению министра обороны, особенно важно не только наращивать военно-технический потенциал, но и воспитывать сильного духом воина, профессионала, способного противостоять попыткам воздействия на сознание и обеспечить собственную информационную безопасность. Леонид Хайремдинов, Красная Звезда Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова